Раз я остался один, значит в студии прибавилось. Я готов представить нашу гостью Виктория Воронова, начальника отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым в городе Севастополь. Доброе утро. Доброе утро. Как началось ваше утро нового дня? Я думаю, что нормально в принципе, очень даже хорошо. Погода свежая достаточно, поэтому небольшая пробежка по городу пошла, наверное, скорее всего на пользу. То есть вы к нам пешком? Пешком. Ну хорошо, это правильно, потому что свежий воздух, как известно, способствует хорошему настроению. Да, совершенно верно, и здоровье тоже. Так, ну мы сегодня будем обсуждать права потребителей, и я думаю, что эта тема очень актуальна и для всех жителей полуострова. Вы нам расскажете, как правильно вернуть деньги за холодный кофе и вообще как защищать свои права. Для начала я предлагаю, Антонина, тебе поздравить нашу гостью. Недавно у вас был профессиональный праздник, мы вас поздравляем. Да, спасибо большое. Потому что без вас нас никто не защитит, а ведь тут и там пытаются как-то обмануть. Ну прежде всего я хотела бы сказать, что потребитель вполне реально может себя сам защитить, да, и защита находится непосредственно чаще всего в руках потребителя. А уже Роспотребнадзор подключается тогда, когда наши энергетические предприниматели, к сожалению, отказывают потребителю в реализации его прав. То, что касается возврата денежных средств, да, ну банально за холодное кофе, если вам была оказана некачественная услуга, либо если вы приобрели некачественный товар, мы всегда рекомендуем обязательно обратиться с письменной претензией к субъекту хозяйственной деятельности, где вы приобрели такой товар, либо заказали такую услугу. Если в добровольном порядке в течение 10 дней вам денежные средства не возвращаются, в таком случае нужно будет обратиться в наш консультационный центр по защите прав потребителей. Он находится в городе Симферополе на улице Набережная 67, где юристы подготовят исковое заявление в суд, это абсолютно бесплатно. И вы уже непосредственно будете обращаться в суд, где орган Роспотребнадзора даст заключение как государственный уполномоченный орган на стороне потребителя. Виктория Александровна, для Республики Крым существует какая-то специфика нарушений? Что чаще всего нарушают предприниматели? Мы заметили, когда подводили итоги работы 2019 года, о том, что, конечно, больше всего письменных обращений к нам поступает на некачественные услуги. Это, конечно же, и услуги ЖКХ, это, конечно же, и услуги туристические, это и гостиничные услуги, потому что все-таки специфика Крыма и Севастополя связана с оказанием непосредственно последних двух видов услуг. Очень много обращений, скажем так, жителей материковой части, потому что все сюда приезжают отдыхать, все хотят комфорт, все хотят заплатить, естественно, денежные средства и получить за это определенный вид услуг. Ну, к сожалению, наши предприниматели не всегда понимают, каким образом они должны деньги возвращать, если человек отказался от бронирования, но перед этим предоплату внес. Либо если по каким-то причинам, даже может быть не зависящим от предпринимателя, а скорее всего зависящим от его работников, но он же несет за них ответственность полную, вот была оказана какая-то услуга некачественная. В таком случае все-таки мы рекомендуем как потребителям, так и предпринимателям первоначально обращаться на нашу горячую линию. У нас есть номер рабочего телефона отдела защиты прав потребителей, плюс 7978-9191-124. Консультируем мы как потребителей, так и предпринимателей, несмотря на то, что мы все-таки федеральная служба по защите прав потребителей. А подскажите, пожалуйста, может быть есть какой-то универсальный алгоритм того, как поступить в той или иной ситуации, то есть когда ты отстаиваешь свои права? Да, универсальный алгоритм, конечно же, есть. Все-таки это связано, может быть, отход от этого алгоритма с той или иной спецификой оказания услуг, либо покупкой какого-либо товара. Но мы всегда рекомендуем, если вы понимаете, что вам продали товар некачественный, это обязательно нужно зафиксировать письменно. Будь то в книге отзывов в предложении, будь то письменным заявлением, но письменно. Потому что очень часто потом, когда дело доходит до проверки Роспотребнадзора, либо до судебного распирательства, выявляется, что потребитель, к сожалению, письменно не обращался. И доказать факт своего обращения к предпринимателю он не может. Предприниматели, конечно же, чаще всего этим пользуются и говорят о том, что потребители видят второй раз жизни. Первый раз, когда не продали ему некачественный товар, либо оказали услугу. Второй раз, когда уже встретились с ним при проверке Роспотребнадзора, либо непосредственно в суде. Поэтому все обязательно письменно. Если не знаете своих прав, обращайтесь, опять же, по тому номеру телефона, который я озвучила, 7978-91-91-124, и вам будет оказана консультация. Все денежные споры по возврату денежных средств, по обмену товара решаются исключительно в суде, где мы даем заключение в качестве госоргода. Катуре Александровне, еще раз можете повторить адрес, куда можно обратиться к вам? Да, и консультационный центр по защите прав потребителей, и Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополь находятся по одному адресу в городе Симферополе на улице Набережной, 67. Но почти во всех городах у нас есть территориальные отделы, куда также потребитель, не приезжая в Симферополь, может обратиться, либо прийти на прием, либо найти на нашем сайте 82.роспотребнадзор.ру все контактные данные и обратиться, опять же, по горячим линиям территориальных отделов. Виктория Александровна, спасибо вам большое за то, что вы сегодня посетили нас, рассказали полезную и важную информацию. Напоминаю, сегодня у нас в гостях в студии Виктория Ворнова, начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополь. Благодарим вас. Спасибо большое за беседу. Ну а наш эфир продолжается, и хотелось бы еще раз отметить и напомнить, что выбирайте качественные товары и качественные услуги. Ну и кроме того, выбирайте качественную информацию. Если вы этого не можете сделать, то наши корреспонденты сделают это за вас.